Всем привет! Давайте разберем работу с графиками в языке R. Но перед тем, как это начать, мы сделаем небольшое сравнение с программой Excel и именно построением графика. Обращаясь к источнику данного графика, ссылку вы видите сейчас на экране, мы видим следующее изменение. Что с изменением сложности графика, трудность его освоения или построения особо сильно не скачет в языке R. В то же время, как в Excel, чем сложнее график, тем сложнее его освоить, тем сложнее понять, как он работает, как он строится и какие данные нужно в него вносить. Ну, а отсюда, соответственно, можно сделать вывод, что в языке R построение графиков намного легче, намного удобнее, нежели в Excel. Теперь давайте перейдем к основным моментам по работе с графиками. В языке R я выделил всего 4 основных шага. Первое – это установка векторов осей, это x и y в соответственных значениях, их наименование, если оно требуется. Далее создание plot. Plot – это некий такой шаблончик или пустый граф, который просто показывает на экране, как выглядит ваш график без линий. Ну, или с линиями, если они есть, или там с точками, смотря что вы выберете. Третьим пунктом как раз мы используем элементы отображения данных графики. Элементы отображения – это, например, линия, точка, квадрат, прямоугольник, что вы выберете. И оно как раз именно уже отображает ваши какие-то данные графическим образом. Далее вы делаете просто настройку этих элементов. Например, вы можете изменить им цвет, пушину или что-то другое, что вы захотите. И настроить сам график. Сделать им заголовок, цвет меняя, шаг увеличить, ну или что-то типа того. Теперь подытожим все ранее сказанное. Excel графики и графики языка R. Чтобы активировать графики в Excel, нужно проследовать настройки, активировать анализ данных и получить работу с графиками. Ну или какие-то дополнительные графики. В языке R такого нет. Все виды графиков уже предусмотрены изначально. Ничего включать не надо, все очень просто. Поэтому пункт прозрачной настройки здесь значительно выигрывает. Далее некоторые типы графиков наши в Excel, ну или в принципе вообще в жизни. Вообще в принципе они все разные эти графики. Но тем не менее в Excel существуют различные способы их построения. И буквально они между собой конкретно отличаются. То есть где-то нужно что-то одно, другое, а выглядят они практически одинаково. Соответственно в языке R это исправлено, точнее не то что исправлено, а это улучшено. Поскольку все графики любого типа в языке R создаются по одному исключительному шаблоне. Меняется только название функции и возможные какие-то дополнительные последние атрибуты функции. Если она есть. Если нет, все графики одинаковые. Соответственно в конце концов можно сделать небольшой вывод о том, что построение графиков в языке R куда продуктивнее, куда проще. И это намного комфортнее самому пользователю, нежели в языке Excel. Теперь давайте перейдем в программу RStudio, где мы сможем наглядно продемонстрировать работу с графиками и вживую писать код и видеть результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова